Всем привет, с вами GetLens, меня зовут Саша, и у нас сегодня экстренный выпуск по случаю прихода в магазин Canon EOS R5. Ее как бы еще в России, не у всех нет, не во всех магазинах, а в GetLens она уже есть, зашла. Вот, для себя я решил, с момента, как я написал пост, у меня мнение не изменилось, скорее всего, я ее себе брать не буду, потому что то, что в ней есть, для меня это слишком много, вот, но я не смог отказать себе удовольствия и вскрыть коробку, и посмотреть, что же предлагается пользователю, фотографу в обмен на 4000 долларов. Хочется получить впечатление, хотя бы даже не имея камеры, вот такое желание. Поэтому предлагаю все нее вскрыть, посмотреть, что внутри, как выглядит сама камера. Я снимаю на EOS R, поэтому, в принципе, могу передать ощущение, сравнить, просто подержав в руках и ту и другую камеру. Поэтому, поехали! Будем вскрывать. Так, пока не вскрыли, сразу хочу сказать по поводу коробки, коробки Canon мне не особо нравятся, то есть вот камеры вы отдаете 4000, почти 4000 долларов, то есть там цена варьируется, и вы получаете это. То есть, ну, вот честно скажу, ребят, она какая-то не плотная, то есть, во-первых, вот слышите, что-то там переваливается. То есть, я когда покупаю камеру, мне хочется, чтобы коробка была плотной, тяжелой, плотной, чтобы ничего там не болталась, не валялась. А тут как-то они то ли не досмотрели, то ли решили сэкономить, не знаю. То есть, вот сама коробка мне не особо нравится. Вроде все есть, и спецификации, и пломба, он написан официально импортированный, EOS R, все здорово. Но вот тут как-то за 4000 долларов хочется немножко другого тактильного ощущения и внутреннего переживания. Ну, тем не менее, что есть, то есть. То есть, на EOS R коробка такая же абсолютно, и, видимо, они решили ничего не менять, хотя ценник подрос значительно. Ну, что, вскрываем? Ой, ответственный момент, ответственный. Опа! Открываем. Опа! Вот так вот. Вот так вот сейчас покажу. Так, вот так все там лежит. Смотрим, что нам предлагают. Первое. Гарантийный талон. Официальный, каноновский. Пожалуйста. О! Самая нечитаемая книга. Скорее всего, у нее никто так и не достанет из этой упаковочки. Она будет девственная, даже когда ее будут продавать второму владельцу. Поэтому тоже ее отложим. Посмотрим дальше. Аккумулятор с держателем, с чехольчиком. Такой крутой. Говорят, новый аккумулятор здесь. Да, новый аккумулятор более емкий, поэтому вот. Официально там даже, если посмотреть, прям голограммка Canon идет. Вот. Зарядное устройство. Ну, это классика. Ага. Кабель Type-C с держателем. То есть это для того, чтобы перекидывать из камеры в камеру, либо, допустим, использовать как вебку. Хотя камеру... Использовать R5 как вебку, это, конечно, извращение. И особенно учитывая ее перегрев. Так, кабель-шнур питания для самого зарядного устройства. И внизу, внизу, внизу. Сейчас сначала вот такая вот штука. Ну, это классический ремешок. Не знаю, я уже давно его не одеваю. У меня кистевой ремень. Это гораздо удобнее. Ну, прям написано EOS R5. То есть все брендировано, все плотно закрыто. Ну, и... Опа! Сама тушка. Вот в таком вот чехольчике. С пломбой, с серийным номером. Давайте подставим. Вот. Так, сейчас я ее аккуратненько открою. Не хочется ее срезать, на самом деле. Я думаю, она отлипится. Да. Та-дам! Та-дам-та-дам-та-дам! Вот она! Вот они! 4 тысячи долларов у меня в руки. Все, отложили. Вот такая камера. Так, ну, сразу хочу сказать, она несколько толще, чем R. То есть, в принципе, держать удобно. Очень удобный экранчик стал несколько меньше. Сам по себе вот эту вот... Убрали ненавистную многим тач-панель, хотя мне она нравилась. Я на нее повесил ISO-шку, когда накручиваю EF-ные объективы, и рейтинг с нетным фотографиям расставляю. Кстати, очень удобно, не знаю, почему все ругаются. Тут оставили джойстик. Экранчик поворачивается. Ребята, я просто, извините, что я смотрю на дату камеру, я первый раз ее вижу, тоже хочется разглядеть. Все, поворачивается во всех плоскостях. Прям ровненький такой. А, кстати, вот такая штука. Рычаг включения стал несколько меньше, и у него вынесли отдельная лапка для того, чтобы, видимо, удобнее было. Потому что там пришлось прокручивать иногда. Ну, а во всем остальном, EOS R, за исключением того, что два слота. Ребята, два слота. Вот так вот. Смотрите. Вот. Ну, собственно, наверное, все. Все, что хотел показать. И вот это стоит 4 тысячи долларов. Вот такая камера. EOS R5. Батарейный... Нет, батарейный отсек чуть побольше стал, кстати. Ну, я так, впечатлением смотрю. О, HDMI выход есть. Mini есть. Пожалуйста, отдел для микрофона и наушников. И все остальное. В общем, вот такая вот камера. Ну, что хочется сказать. Даже после открытия. Я, честно скажу, я не получил каких-то таких вот вау-впечатлений. Возможно, это потому, что я за всю свою карьеру уже пропустил через себя кучу просто разных камер. Поэтому покупка какой-то новой камеры объектива для меня уже давно не праздник. Во-вторых, ну, у меня примерно дома такая же. EOS R. То есть, скорее всего, если я буду снимать на эту, качественный скачок я в своих фотографиях не получу. Потому что, ну, разве что тут детализация больше. А так, это та же самая беззеркалка от Canon. Чуть более продвинутая. Байонет тот же. Объективно на нее ставятся те же. Поэтому скилл и качество фотографий у меня, скорее всего, не вырастут. Поэтому брать я ее не буду. Единственное, что хочется сказать. То есть, из того, что вы сейчас на экране видите, можно сделать два вывода. Во-первых, она у нас появилась. То есть, если вдруг вы накопили, ее можно у нас заказывать, брать, покупать. Вот. И обещаем, что цена будет интересна. Это не стоит. Второе. Анонсы не врут. Трейлеры тоже. Камера из коробки получается точно такая, как ее обещали. Эргономика на высоте. До всего дотягиваешься большим пальцем. Я уверен, что это бестселлер на ближайшие годы. Ну, особенно, если Canon решит эту проблему с перегревом. Потому что, ну, ребята, это не дело. 20 минут видео и все. И сиди и отдыхай. Вот. То есть, у нее просто чудовищный ресурс именно на будущее. Потому что я считаю, что EOS Earth еще не все раскрыли полностью. И она еще не израсходована. А вот это, ну, на ближайшие 2, 3, 4 года, это верный спутник любого фотографа. Причем, я так понимаю, Canon решили сделать, ну, сидеть сразу на всех стульях. И, в принципе, эта камера подходит каждому фотографу, независимо от того, как он в жанре трудится. То есть, большое разрешение на пейзаж. Шустрый автофокус, там, Dual Pixel 2 и Матрица за особый процессор. Это репортажникам, чем любым, то есть, хоть свадебщикам, хоть репортерам. Ну, для всего камера подходит, то есть, абсолютно, 2 слота. Ну, ребят, поворотный экран, все передовые технологии здесь. Это та самая камера, которую многие ждали вместо R. Потому что R не все поняли, для чего она нужна. Это был такой переход от KF к RF. А вот это уже полноценная беззеркалка от Canon, которая готова конкурировать с всеми остальными и действительно брать первые призовые места. Я уверен, что своих покупателей она найдет. Не в моем лице, но я уверен, что меня в ноги переплюнут. Поэтому, ребята, мы все распаковали, все показали, свои впечатления я сказал. На этом предлагаю заканчивать. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на Instagram, ВКонтакте, YouTube. У нас скоро запускается сайт, наконец-то. Поэтому, ребята, будьте с нами, звоните, пишите, любые вопросы отвечу. И всем пока, до новых встреч.